Всем привет! Я Чубуда и добро пожаловать на WatchMojo! Сегодня поговорим про топ-10 ваших ложных воспоминаний о фильмах. Есть такая штука, эффект Манделлы, когда все помнят то, чего не было. Сегодня рассмотрим такие примеры из фильмов, будь то цитаты, сюжетные моменты и так далее. И напоминаем про нашу уютную тележеньку. Ссылка внизу. Номер 10. Том Круз в солнцезащитных очках. Рискованный бизнес. Если кто-то надел нижнее белье, белую рубашку и солнцезащитные очки, танцуя под олд-тайм рок-н-ролл, к какому фильму это отсылочка? Конечно, к рискованному бизнесу. И глянув на подобные пародии, ничего другого в голову не приходит. Однако зрители очень удивятся, когда пересмотрят исходную сцену, поскольку Том Круз не только был без очков, но и его рубашка практически розовая. Конечно, его персонаж носит солнцезащитные очки в других частях фильма, но можно было подумать, что хоть цвет рубашки останется в наших коллективных воспоминаниях. Номер 9. Шазам с Синдбадом в главной роли. Казаам. Когда вы думаете о Шазаме, на ум приходит одна из немногих вещей. Либо недавний фильм о супергероях с Захарей Леви в главной роли, либо фильм 90-х о Джинне с актером Синдбадом. Только вот один из них не настоящий. Хотя в 90-х был фильм о Джинне, в нем снимался Шакил О'Нил, а не Синдбад, и он назывался Казам. Конечно, Синдбад был довольно популярен в 90-е, но даже в этом случае многие люди утверждают, что помнят детали сюжета из этого нереального фильма, которые отличаются от Казаама. Поклонникам Шазама понадобится настоящий Джинн, чтобы создать несуществующий фильм. Номер 8. Если ты его построишь, они придут. Поле его мечты. Этот фильм повествует о Рее, у которого было видение бейсбольного стадиона на его поле и давно умерших бейсболистов, играющих на нем. Он также слышит голоса, шепчущие «Если ты построишь, они придут». Только на самом деле он придет, а не они. Мы можем видеть, как эту цитату могли неправильно запомнить, учитывая, что появляется не один человек, а все игроки и толпа, которая смотрит на них. Кроме того, они более всеобъемлющее местоимение, чем он. Но оно упускает из виду суть фильма – отношение Рея с его отцом, которое является тем им, о котором говорится в цитате. Номер 7. Появляется большая тыква. Это огромная тыква, Чарли Браун. Комикс «Пинутс» был частью поп-культуры уже более полувека и отчасти благодаря анимационным сериалам вроде этого. Однако, несмотря на его ежегодный выход в эфир, некоторые считают, что у этого специального выпуска на Хэллоуин раньше был другой финал, чем тот, который показывают сегодня. В мультфильме друг Чарли Брауна, Линус, настаивает на существовании огромной тыквы, которая появляется на Хэллоуин. Линус всю ночь ждет огромную тыкву и в ожидании засыпает на улице. Кроме того, некоторые люди помнят, как огромная тыква появлялась, когда Линус засыпал. Как же это ложное воспоминание забралось всем в тыковки? Номер 6. Нам понадобится лодка побольше. «Челюсти». Это культовый фильм и прототипный блокбастер. Таким образом, можно подумать, что невозможно ошибиться в его самой известной цитате. Большинство людей помнят, как начальник полиции Броуди сказал «Нам понадобится лодка побольше», после того, как впервые увидел акулу-монстра. Но на самом деле он говорит «Тебе», а не «Нам». Он даже через минуту повторяет строчку. Но когда дело доходит до цитирования этой строки, все уверены, что в этой строке – мы. Логично, ведь Броуди тоже на борту лодки. Но все умудряются ошибаться. Является ли мы более всеобъемлющим и разносторонним? Или что-то поглотило правду? Номер пять. «Жизнь как коробка шоколадных конфет». Форест Гамп. Форест Гамп и фильм, носящий его имя, безусловно, полны замечательных цитат и простой мудрости. Но одна из наиболее часто цитируемых фраз отличается от того, что многие помнят. Многие из нас якобы помнят, как Форест сказал фразу «Жизнь, она как коробка конфет», сидя на скамейке в парке и поедая кондитерские изделия. Но он говорит «была», а не «она», поскольку он имеет в виду то, что всегда говорила его мама. «Моя мама всегда сказала, что жизнь – это коробка конфет, а не «похожа». Одно сравнение, другое метафора. Люди просто перепутали их, или сейчас все по-другому. Может, лейтенант Дэн объяснит? Номер четыре. «Сыграй еще раз, Сэм». «Касабланка». «Касабланка» – еще один знаковый фильм, полный цитат. На самом деле в нем есть несколько фраз с эффектом Манделы, но, возможно, наиболее часто упоминается фраза «Сыграй еще раз, Сэм», которую чаще всего приписывают персонажу Хамфри Богорту, Рику. Но на самом деле он говорит Сэму, пианисту, «сыграй». Ильза Ингридо Бергман тоже подходит, говоря «сыграй, Сэм». Но даже она не говорит иное, чем то, на что все всегда ссылаются. Так почему же все ошибаются? Неужели нас просто захватила романтика фильма? И почему Вуди Аллен снял фильм и назвал его не той цитатой? Номер три. «Свет мой зеркальце, скажи!» «Белоснежка и семь гномов». В сказке «Белоснежка и семь гномов» злая королева произносит слова «Свет мой зеркальце, скажи!» «Яль на свете всех милее». Кстати, ставьте лайк, если вы все еще смотрите этот ролик. Окей. Если вы выросли на диснеевских фильмах, то сейчас удивитесь, потому что в фильме, который, возможно, популяризировал эту историю для современной аудитории почти в прошлом веке, в нем другая фраза. Вместо «свет мой зеркальце» королева говорит «волшебное зеркальце». Возможно, люди путают фильм и сказку, но не все, кто смотрел фильм, читали версию из сборника рассказов. И почему Дисней изменил эту конкретную фразу? Магическое зеркальце на фразу, кто сейчас самый лучший из всех? Номер 2. Привет, Кларис! Молчание ягнят. Беседы доктора Ганнибала Лектера со стажером-агентом ФБР Кларис Старлинг абсолютно воодушевляют и являются яркими моментами этого великолепного триллера, но, пожалуй, самой известной строчки из фильма на самом деле в нем нет. Ганнибал Людоед никогда не произносит точных слов «Привет, Клариса» в «Молчании ягнят». Он говорит «Доброе утро», когда впервые встречает ее и произносит «Добрый вечер, Клариса» во время их последней встречи, но никогда не говорит «Привет». Он действительно произносит эту строчку или близкую к ней в сиквеле, но к тому времени цитата уже стала частью поп-культуры. Что нам нужно, так это острые умы, как у обоих героев. Ну что ж, у нас есть очень знаковый номер 1, поэтому давайте взглянем на несколько достойных упоминаний, а затем назовем наш лучший эффект Манделлы в кино. «Бегите, дураки!» «Властелин колец», «Братство кольца». На самом деле это «летите», а не «бегите». Альтернативная концовка «Большой». Некоторые люди помнят, как Сьюзан стала маленькой. «Спайк» или «Страйп», «Гремлины». Ну, он больше похож на «Спайк». «Круэлла Девиль», 101 «Далматинец». Это «Девиль», а не «Девиль». Возможно, вам кажется, что мы просили вас нажать на красную кнопку и дернуть колоколец в предыдущих роликах. Но нет, это всего лишь ложное воспоминание. Номер 1. «Люк, я твой отец». «Звездные войны» эпизод 5 «Империя наносит ответный удар». Учитывая, насколько они популярны, в фильмах «Звездные войны» все еще есть детали, которые на самом деле отличаются от общественного восприятия. Например, у C-3PO половина ноги серебряная, а не полностью золотая. Но самый печально известный пример – это одна из культовых цитат кино. Дарт Вейдер говорит Люку, что он его отец. Если вы попросите большинство людей процитировать эту сцену, они скажут «Люк, я твой отец». Но Вейдер говорит в фильме иное. Просто добавление Люка дает больше контекста и устраняет необходимость напрягать мозги? Или, возможно, действует темная сторона силы? А вы согласны с нашей подборкой? Дайте знать в комментариях, загляните к нам в телегу и зацените другие ролики на канале. И не забывайте ставить лайки и подписываться на WatchMojo, чтобы не пропустить свежие видео. Они уже на подходе! Пока! Пока!